Жертвенник Давайте зайдем в свой онлайн-банк и построим жертвенник. Женщина и жертвенник. Женщина вообще очень уникальная природа. Насколько жертвенна женщина, настолько, я не знаю, мне кажется, женщина самый жертвенный человек на земле. Женское самопожертвование – это уникальный дар. Этим даром надо уметь пользоваться. Этим даром надо уметь управлять. Сколько сегодня женщин, которые обслуживают мужской эгоизм. Может быть, ты уже сносила весь свой бюджет на его алкоголь, на его сигареты, и у тебя нет денег, чтобы сделать пожертвование. А я тебе скажу, просто перенаправь свою жертвенность в другое русло. Может быть, ты сегодня выплачиваешь чужие кредиты. Может быть, тебе пришлось оплачивать кредит своего супруга. И когда ты слышишь слово о жертве, у тебя внутри поднимается боль, ненависть. У тебя поднимается рабская природа, потому что должник он раб. Если ты живешь в долгах, ты в принципе в рабском состоянии. А раб, он всегда злой, потому что он не живет, он не выполняет свою волю, он выполняет волю господина. И ты сегодня вынуждена выполнять волю господина, банкира. И ты понимаешь, что ты в этой ситуации не потому, что ты купила себе новые сережки, шубку, а потому что ты плачешь, оплачиваешь чужие амбиции. А я тебе говорю, в тебе есть потенциал жертвенности, ты же это делаешь. Перенаправь жертвенник к Господу. Знаете, что такое жертва? Жертва — это возможность стать сопричастной к Богу. И поэтому все, что не сделает молитва, все, что не сделает любой другой акт — жертва, конец проклятию. Жертва способна вырвать тебя из любых обстоятельств. И об этом мы читаем в Слове Божьем. Может быть, ты сегодня заложница блуда своего мужа, и поэтому ты уже потратила все деньги на то, чтобы накачать себе груди, губы, сделать липосакцию во всех ненужных местах. Но это не спасает твоего супруга от измен. Тебя хоть золотом посыпь. Если он блудник, он будет блудить. Перенаправь свой жертвенник в другое место. Жертва будет заявлять о том, что, Бог, я не хочу так жить. Я хочу, чтобы ты был моим источником. Если ты сегодня носишь деньги в больнице, потому что ты в страхе, ты постоянно проверяешься и лечишься, и это, как бездна, засасывает тебя, перенаправь свой жертвенник. Попробуй поговорить с Богом у жертвенника. И тогда ты активируешь чудеса в своей жизни, как это сделали многие-многие женщины, о которых мы читаем в Слове Божьем. Жертва — конец всякому проклятию. И поэтому перенаправь свою жертвенность в нужное русло. Не делай медвежьи услуги. Будь женщиной веры. Будь женщиной, которая решает вопросы с Богом, а не с людьми. Я благословляю тебя, милая моя женщина. Я молюсь за твои жертвы. Я молюсь за каждое семя, которое сейчас было посеяно. Если Бог говорит тебе о какой-то жертве, но ты сопротивляешься, начинай молиться об этом. Молись Богу, и Бог тебе, Бог даст тебе благодать. Однажды быть женщиной веры, а не женщиной, которая мыслит так. Последняя мука и последнее масло. Сейчас приготовлю лепешку, сыну дам и сама съем, и умру. Но Бог хочет, чтобы и лей в кувшине не прекращался, и мука в катке не прекращалась. Переходи на новый уровень, направляй свою жертвенность в новое русло. Будь всегда у жертвенника, будь всегда у жертвенника. Жертва — конец всякому проклятию. Жертва кричит громче слов, жертва, она призывает Бога опустить в небеса и сойти. Будь этой женщиной веры, и тогда мы будем слышать чудеса, и тогда мы будем слышать свидетельства Божьей славы. Аллилуйя! Я благословляю каждую жертву. Наш жертвенник называется так. Рабой пришла к жертвеннику. Уйдешь госпожой. Всякое экономическое рабство будет остановлено в твоей жизни во имя Иисуса Христа. Халлилуйя! Халлилуйя! Ну давайте виртуально воздадим Господу славу. Поблагодарим Его за эту прекрасную возможность служить и быть здесь, в Доме Божьем. И давайте поаплодируем нашим левитам, нашим видеооператорам, все, кто организовывает служение онлайн. Давайте дадим им аплодисменты. Мы верим в них. Да, вообще не думала, что однажды мы придем к этому состоянию, когда придется верить в них. Верить в вашу благодарность, благодарное сердце, это великий дар от Бога. Халлилуйя! Ну что? Ну что, ну что? У меня есть интересное такое послание сегодня, тема, на которую мы с вами поразмышляем. Ближайшие 30-40 минут. Давайте откроем. Притчи, 15 глава. 15 стих. 15 глава, 15 стих. Здесь написано. «Все дни несчастного печальны. А у кого сердце весело, весело, наверное, так, у того всегда пир. Как в Слове Божьем сказано, я приготовил пир ввиду врагов твоих. Долгие годы своего хождения с Богом я искренне верила, что если ты с Богом, то в твоей жизни всегда должно быть все хорошо. Но сегодня, когда я повзрослела, выросла, прошла какой-то отрезок жизни, достаточно хороший, хороший. Но это еще не конец, надеюсь. И я стала приходить к выводу, что все-таки уникальность верующего человека не в том, чтобы радоваться, когда все хорошо. А именно уникальность по-настоящему верующего человека в том, чтобы радоваться, когда все нехорошо. Как Слово Божие говорит, что вам за награда? Иисус говорит, что вам за награда, если вы любите тех, кто любит вас? Какая в этом награда? Такую же ношу может поднять любой человек, не имея веры. Он может это делать, это естественно. когда любят тебя, ты любишь взамен, ну или хотя бы позволяешь себя любить. Он говорит, а я вам говорю, любите врагов, хо-хо-хо-хо, проклинающих вас. А это уже, извините, другой уровень. Какая нам награда? Я стала приходить к выводу, что, давайте еще параллельные такие места сразу я вам прочту. Вот здесь это основное, вот на этом мы будем сегодня сидеть. Филиппийцам 4.4 написано «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю «Радуйтесь». В Слове Божьем никогда просто так не повторяются слова. Если слова повторяются, значит Господь Духом Святым хочет показать нам, сделать акцент, всегда радуйтесь и еще вам говорю радуйтесь. 1 Фессалоникийцам 5.16 Всегда радуйтесь и точка. И точка. Давайте вернемся к нашему месту основном. Притчи 15.15 Сердце все дни несчастного печальны. А у кого сердце весело, у того всегда пир. И дальше давайте почитаем. 16. Лучше немного при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Я искренне верила, что однажды я, наверное, в своем подростковом периоде жила в такой позиции. Если у меня будет вот это, я обязательно тогда буду улыбаться. Если у меня будет вот это, я обязательно тогда буду радоваться. А пока терпите мои надутые губы, потому что этого у меня нет. Как в Простоквашино нас обучал почтальон Печкин. Я же почему такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь у меня есть велосипед. И я счастлив. Но знаете в чем дело? Дело в том, что жить с таким образом мышления это плохо, потому что это детский образ мышления. Если ребенок что-то не получает, он обижается. Он не может осознать момент, что у родителя нет денег или у родителя нет возможности или что-то еще. Он просто обижается и плачет. И поэтому наверное все-таки мы должны вырастать из этого состояния. И если до сих пор ты или я мы так думаем, то это первый признак того, что мы еще дети во Христе. А если я ребенок во Христе, то поэтому Бог не доверяет мне чего-то большого. А каждый человек, который рожден во Христе, Бог ему обещал что-то большое. Он говорил ты наследник, ты не раб этого всего, ты наследник, он показал тебе свое наследство, твое вернее наследство, и ты говоришь, ну почему это не сбывается в моей жизни, а просто потому, что ты еще не вырос. и смотрите дальше. Лучше немного при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. У кого сердце весело, у того всегда пир, а все дни несчастного печальны. успех, богатство, это плохо или хорошо? Это вообще от Бога или от дьявола? Вопрос сердца. Вопрос сердца. Вопрос состояния, внутреннего состояния. И поэтому, когда человек говорит лучше, лучше, в 16 стихе, лучше немногое, немножко лучше, нежели большое сокровище и в нем тревога. Кто это может сказать? Это может человек, у которого было большое сокровище. Он к нему бежал, стремился, не спал дней, но днем не спят, не спал ночей, иногда дней, иногда вообще не спал, достиг этого всего и думает, наверное, я теперь должен наслаждаться, а наслаждения нет, кроме тревоги, потому что это большое богатство теперь надо как-то умудриться сохранить хотя бы, а потом еще умудриться его преумножить. Я всегда размышляю на эту тему и думаю, мне вообще в принципе все равно, что там с этим долларом. Ну так, по большому счету. А человеку, у которого, извините, много долларов, ему не все равно, потому что там исчисления идут маленько другие. И кто из нас наслаждается? Так же, как помните, был момент и как-то шумиха такая и в интернете, и на телевизоре, в телевизоре там по всем по всем средствам массовой информации сыр. Санкции не завозят сыр. Я вообще впервые подумала, а что это за сыр? Надо хоть попробовать его. Человек, который ел всю жизнь картошку, ему что санкции, что не санкции, у него картошка, лук всегда есть. И это вопрос сердца. Я не пропагандирую сейчас там нехватку, нищету, ни в коем случае я это не люблю. Я считаю, что это неправильно. Нищетой его мы обогатились. Но я хочу поговорить сегодня о внутреннем состоянии. О внутреннем состоянии женщины, которая всегда чем-то недовольна. Которая всегда чем-то недовольна. Это образ смышления, это состояние сердца. Как бы мне хотелось сейчас увидеть ваши лица. Ну да ладно. Давайте еще 17-й прочтем стих. 17-й стих. Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. Представляете, человек сидит и говорит, сидит в доме, закололи этого откормленного быка, вот это мясо, все сидят за столом и в атмосфере висит ненависть и кусок в горло не лезет. И потом человек сидит с блюдом рукавы, щавеля, петрушки, укропа, огурцы, помидорки. счастливый. Удивительно, да? Состояние сердца. Я так скажу, если цена успеха ненависть, тогда лучше не надо к нему бежать. Я помню, как однажды мне один муж Божий сказал, он пророчествовал мне. Я принесла жертву, и он пророчествовал мне. Он пророчествовал мне процветание. Он говорит, Женя, ты будешь процветать. Ну, и там хорошие такие вещи, приятно их слушать. И потом такую фразу сказал, очень тонкую и емкую, но не для гордости, а для наслаждения. пророчествовал у меня это в принципе фраза так засела, я особо не придала ей значение сначала. Я, конечно же, акценты поставила на процветание и стала бежать. Что такое пророчество? Это приглашение в судьбу. Но пойдешь ли ты в свое пророчество? Это уже другая история. Я пошла в свое пророчество. Если так обо мне говорит Бог, я буду соответствовать это, я буду идти на эту территорию, я буду у жертвенника, я буду пробовать, я буду искать эти возможности, через которые Бог будет меня благословлять. И буквально недавно относительно, может быть, год-полтора, я спросила у Господа, я говорю, Господь, ну где вот это большущее процветание, о котором ты мне говорил? И такая мысль пришла внутрь меня. Бог же говорит с некоторыми из нас, ну я думаю, что со всеми так, Бог говорит мыслями в наших мыслях, ты понимаешь, что это отопытность. И такая мысль внутри меня. Говорит, а ты еще с гордостью со своей не разобралась. Я начала думать, процветание плохо это или хорошо? Нет, это замечательно, вопрос сердца. Вопрос сердца. Если сегодня какие-то возможности в твою жизнь приходят и ты говоришь, а, а теперь я вам покажу или а теперь вот ты мне не нужен, а ты мне тоже и вообще теперь я вот такая звезда, то в этот момент Божье благословение становится уже не Божьим. Мы оскверняем Божье благословение состоянием своего сердца. Как в Слове Божьем сказано, наследство взятое вначале не благословиться впоследствии. Помните эту историю, когда Амнон изгласил Алфамарь? Амнон так возжелал эту девушку, она была невинна, он говорил, она мне так нравится, ее так люблю, что болею об этой девушке, я прям болею. Он физически похудел и когда друг к нему пришел и говорит, что ты так похудел, царь, ой, сын царев. Он говорит, сестру люблю свою, но она невинна, я не могу с ней ничего сделать. Ну, и тот товарищ дает ему указание, он дает ему идею, как взять наследство в начале, которое не благословится впоследствии. И когда он там ее затаскивает в комнату и начинает ее насиловать, она ему говорит, не делай этого безумия со мной, ты попроси отца, и он даст меня тебе. То есть она говорит, ты можешь меня взять, но только через руки отца. Но написано, он не слушал ее, он превозмог ее, изнасиловал ее, лежал с нею, а потом позвал слугу и говорит, уведите ее вон. И это было хуже, хуже того, что он сделал с ней. Вот так же происходит и с тем, что это состояние сердца. Только то, что мы получаем через руки отца, это имеет благословение. А для этого надо подождать, а для этого надо пройти путь веры, а для этого надо пройти путь, когда ты говоришь своим желанием стоп. Я не буду брать это, я не буду захватывать это. И это внутреннее состояние его никто не знает. Когда Амнон, он планировал насиловать фомарь, никто этого не знал. Он же договорился с собственным отцом, с Давидом, сказал, слушай, я болею, пусть моя фомарь, сестра придет и спечет мне лепешки. Иногда мы в доме Божьем пытаемся Бога обмануть. И знаешь, ты иногда на человека смотришь и думаешь, ой, он же так верил, он же так молился, он же так постился, он же так выглядел, как настоящий верующий человек, почему у него сейчас-то башню снесло. И это вопрос сердца. Иногда человек такой верующий, пока благословение в его жизни пришло. Я вообще поняла, медные трубы это самый сложный экзамен в жизни. А сегодня мы живем во времена, когда идет манифест, ярмарка тщеславия, открываешь соцсети, и пошла жара. Никто тебе не выставит быт, никто тебе не выставит правду, там идет ярмарка тщеславия, кто кого круче, и все в деталях. И ты сидишь, и ты несчастна, а я тебе хочу сказать, возлюби свое, возлюби то, что имеешь, радуйтесь, всегда радуйтесь, всегда помни, вопрос сердца, это очень важный вопрос. У Бога нет проблем с благословениями, у Бога есть проблема, что когда в жизнь человека приходит благословение, этот человек исчезает. Ему приходится дойти до корыта, посидеть там со свиньями, и потом возвращаться. Но неужели вы думаете, Богу приятен этот момент? Мне бы, как матери, не хотелось бы видеть падение собственных детей. Конечно, бы я, как мать, их ждала, и была бы счастлива, когда они вернулись, но мне бы хотелось, чтобы у них не было падений, но чтобы они вошли в наследство законно и пользовались благами законно. А для этого надо идти путем веры. И ты спросишь меня, какой же путь веры? Давайте вернемся в 15 стих. Все дни несчастного печальны. А у кого сердце весело, у того всегда пир. Веселое сердце. Я рекомендую каждому, каждой женщине, начать формировать в себе веселое сердце. Это способность в каждой сложившейся ситуации не кричать за что, а принимать ситуацию, такой, какая она есть, без грима, без ретуши, и благодарить Бога. Как делают мудрые евреи, когда, чтобы в жизни человека не произошло, если он не умер, они говорят, спасибо, Господи, что забрал деньгами. Все, что можно решить на физической земле, это ерунда. Страшнее смерти нет ничего, потому что после смерти у человека нет шансов. Сколько сегодня русских людей, а у нас вообще, мы же бывшие язычники, у нас у язычников ярое поклонение мертвым. И сегодня все начинают приходить в себя только тогда, когда человек умер. Человек умер, сделать уже ничего нельзя. Пока человек живет, сделать можно многое. Это образ смышления, когда ты когда ты не пытаешься простить человека, а когда ты или ситуацию какую-то, а когда ты принимаешь эту ситуацию, все, она случилась. И не надо плакать над убежавшим молоком, и не надо жевать эту жвачку под названием «О, если бы, о, если бы, о, если бы». Ты просто продолжаешь жить и отравлять свою жизнь, когда сегодня тебе дан новый день, солнце просыпается, встает, над добрыми и над злыми, и у всех есть шанс. Шанс не прожить прошлую жизнь, шанс прожить какую-то новую жизнь. Я помню какую-то притчу, или это какая-то история, столько такой сегодня шквал информации, если раньше там прочитаешь за год две книги, так ты помнишь, где-то это прочитал, да, сегодня, ну, это другая история. И я помню, какая-то притча, суть заключается в том, что один царь решил наказать военноначальника своего, ну, он там какое-то нехорошее дело сделал в военных действиях, ну, его под трибунал казнить. И от царя пришла весть к военноначальнику, все, тебя казнят завтра. Что делает этот военначальник? Ну, все, царский приказ казнить. Но этот человек говорит, ну, хорошо, и устраивает вечериночку, устраивает пир, созывает всех людей, которым хотел сказать прости, но не смог, созывает родственников, ближних, дальних, созывает всех, с кем бы хотел увидеться перед смертью, и с кем может быть и не хотел увидеться, но нужно ради прощения, потому что это все последний день. И вложился, вложил туда много богатства своего, потому что последний день, гуляем, делал очень много подарков, просил прощения, кто-то у него, вечериночка была славная. Царь прознал это. И наутро царь зовет его в тронный зал. И все ждут, что сейчас скажет царь. И царь говорит, ты меня удивил, я ставлю тебя на уровень выше, чем ты был. Понимаете? Это очень важно, когда человек из-за страха смерти не пытается цепляться и с собой тянуть еще. Я умираю, и ты со мной сдохнешь. Он говорит, я ухожу и один буду перед Богом стоять. Не толпой, которую утащил с собой. Это только дьявол так делает. Он, когда обманул треть неба ангелов, он их с собой увлек. И сегодня это не ангелы Божьи, сегодня это бесы и демоны. Давайте пойдем в библейскую историю. Помните этот царь из Ветхого Завета, который заболел, к нему приходит пророк и говорит, ты умрешь. Бог говорит, ты умрешь. Приготовь душу свою. У тебя есть время приготовить душу. И этот царь, написано, отвернулся к стенке и плакал. Плакал и вспоминал Богу все добрые дела свои, которые он делал во имя Господа. И что происходит наутро? Наутро Бог приходит к пророку и говорит, ну-ка, давай, иди к царю с новой весточкой. Пророк приходит и Бог говорит, я даю тебе 15 лет жизни. Этот царь, ну, приходит пророк авторитетный. Раньше в Ветхом Завете слово пророка это слово Бога. И пророками просто так не становились. Пророк был проверенный годами, потому что за каждым словом стояло знамение, что это говорил Бог. Ну, то есть подтверждения были. И здесь приходит этот пророк и говорит, завтра умрешь. Ну, ты умрешь, это не завтра умрешь, там написано, а от этой болезни умрешь. Приготовь душу свою. И этот человек отворачивается к стенке, он не бежит к людям, он не цепляется, он отворачивается к стенке, он решает вопрос с Богом. И он позитивно надеется на то, что Бог даст ему жизнь. Он надеется, и Бога всегда впечатляет позитивная надежда, вера. Как это модно в психологии позитивное мышление, но позитивное мышление без Духа Божьего это не то позитивное мышление. Но когда Бог тебе дает этот сверхъестественный мир, сверхъестественное оправдание во времена шторм, бури, обстоятельств, это, конечно, меняет историю твоей жизни. Поэтому, милые мои женщины, если сегодня ты позволяешь этой жвачке внутри тебя продолжать давать тебе вкус к жизни, потому что быть несчастной это отчасти выгодно. Это форма манипуляции, это форма контроля. Ты такая несчастная, такая несчастная и всем аж стыдно, что у них-то не так уж плохо, как у тебя. Но Бог призывает нас к другому образу мышления. Он говорит, ты нищий, ты нищий, да, я нищий, говори, я богат. Ты слабый, да, я слабый, говори, ты сильный. Удивительно, удивительно, все дни несчастного печальны. Я напоследок приведу вам пример. Вообще, это пример из моей жизни, это я потом уже не стала отдавать форму этому примеру или говорить про кого этот пример. Я помню, как я приехала, это был первый или второй отпуск в моей жизни. Это была Турция. Еще тогда не было, я не была такая приучена к перелетам. Это для меня было все стресс, это было для меня все непонятно, неудобно. И я помню, как в очередной раз мы приехали, а раньше же как? Ты боишься взять на две недели отпуск, тебе же надо там на шесть дней. Первым отпуском был три дня, мы летели дольше. Три дня, ну что за глупость вообще? В Турции так же, три дня, с пересадкой. Ой, это вообще кошмар. А здесь, наверное, что-то шесть дней или семь. Но, кто летал в Турцию, понимает, это вычет там, где вычет там. Все, это пять дней отпуска, а все остальное ты в дороге. Глупость. Деньги тратишь практически те же, а отдыхать не отдыхаешь. И тогда, я помню, был такой со мной интересный момент. Я благодарна Богу за все, потому что, не окажись я в той ситуации, я бы никогда не уразумела этот хороший принцип. И что со мной произошло? У нас был какой-то сложный перелет, были, потому что мы были неграмотные, не знали, какие правильно билеты брать, что-то еще. Ну вот, такая тема. И мы оказались в каком-то удивительном отеле. Он был настолько удивительный, что потом, когда мы туда приехали второй раз, или третий уже, наверное, да, пожалуй, третий раз мы в этот отель потом прилетела я со своей мамой и со всеми детьми, уже без супруга. И я помню, как мы, знаете, там как бывает, вот по отелям едешь, высаживаешь всех, высаживаешь, и потом в твой отель заезжаешь, и так смотришь, у кого в какой отель поселили, да? Ну, кто был, кто летал, тот знает. И тут мама моя, ее эмоции, и дети тоже там не были, не знают. И мы такие, они ждут, а я-то знаю, куда мы едем, потому что это прям нереально крутой отель. Он, во-первых, на горе, он там несколько ярусный, огромные гектары, там куча ресторанов, всяких вот этих вот штук прикольных, свой аквапарк, и там вообще свой пляж. И мы, значит, едем, всех высаживаем, и вот, ну, заезжаем, и я смотрю, как у мамы моего, так, глаза взрываются, и когда мы у отеля остановились, у нее аж слезы брызнули из глаз, она говорит, что мы тут жить будем? И, ну, смотрите, это я просто вам рассказываю, какой отель. А теперь вернемся в мою историю. Когда я первый раз оказалась в этом отеле, да, семь дней, это выбираем сразу два дня, пять дней, из-за того, что отель был такой хороший, я каждый день страдала от того, что всего лишь пять дней, и я все пять дней страдала. Все дни несчастного, печальны, я все пять дней, и потом шестой обратный путь мучилась. Прям грустная, грустная по отелю ходила всего лишь. Ела эти лепешки вкусные, тонкие, и думала, всего лишь пять дней. И когда я приехала домой, я думаю, вот я вообще, я сама себе испортила отпуск. И потом я приводила такие примеры, может быть, кто смотрит часто мои проповеди, я говорю, такое состояние можно сравнить с тем, что ты прилетел в крутой отель на семь дней, и каждый день сидишь на чемоданах и плачешь, осталось шесть дней. Просыпаешься утром, в депрессии осталось пять дней. Потом на следующий день в депрессии осталось четыре дня. А потом вообще в депрессии аж из отеля выходить не хочется, на это солнце. Осталось три дня. Но можно таких семь дней прожить, из-за которых ты будешь парить, летать, работать, достигать, чтобы потом однажды опять оказаться в этом празднике. Пир. Пир. Ни в коем случае не живите такую жизнь. Есть всегда чему быть довольным. Есть всегда чему радоваться. Есть всегда повод поблагодарить Господа. Амэн. Поэтому, милая моя сестра, я призываю тебя к радости вопреки всему. Бог приготовил трапезу, пир, ввиду даже врагов твоих, ввиду этих всех обстоятельств, ты можешь внутри иметь мир, шалом Божий, Божий мир, вопреки всему. И улыбаться не оскалом, потому что положено улыбаться, а по-настоящему. Если у тебя есть сегодня шанс прожить этот день, никто не знает, что будет завтра. если кто-то страдает от этого образа мышления, всегда помните, есть возможность это изменить. Есть шанс это изменить. Но со своим мышлением придется посражаться. Это каждый раз, когда у тебя внутри вот это закрутилось, ты должна себе говорить, подожди, стоп, я найду, найду повод радоваться. Как люди, которые сидели в тюрьмах, я слышала такую, один парень говорит, говорит, я видел, как люди приходили со сроком, и они каждый день умирали от того, что им сидеть такой срок. А я, говорит, когда пришел со сроком, я думала, ну, буду здесь обживаться, жить-то надо. Я, говорит, и потом, слушай, как-то даже мне нравилось, ну, это, говорит, нехорошая жизнь, но и в ней тоже есть свои радости. Во всем можно найти радость, стоит только начать ее искать. Какие бы обстоятельства ни пришли, во всем можно найти радость. Люблю вас, благословляю вас, радуйтесь, всегда радуйтесь. С миром Божьим будьте благословен.